Я езжу на Lada Kalina. Нет, правда. Каждый раз, когда я везу тещу с тестем, я думаю о том, что задний диван мог быть попросторнее. Каждую весну и осень, когда я меняю колеса, я сетую на то, что запасной комплект покрышек не лезет в багажник. Маленький багажник у Калины. Мои вопросы могли бы решить премиальные кроссоверы, типа те, которые у нас на тесте. Land Rover Discovery Sport, BMW X3 и Cadillac SRX. У них и с местами на заднем диване полный порядок, и багажники просторные. Вот только нужно ли все это их владельцам? Давайте попробуем представить себя в роли обладателя такого автомобиля. На самом деле владельцам таких машин важна не их вместительность, не их грузопассажирские возможности, а тот дух премиальности, который они могут подарить. Удовольствие от обладания. Что может порадовать в Land Rover? Однозначно это кожаная отделка руля передней панели, это мягкий фактурный пластик, это качество сборки, здесь ничего не скрипит, ничего не трясется, в отличие, например, от BMW. Интерьер Disco Sport выполнен в том же стиле, что и салон у всех Land Rover. Если вы ездили на Discovery 4, то вас не смутит его лаконизм, но остальные будут озадачены обилием пластиком центральной консоли и некоторыми специфическими решениями, вроде высокого изнесенного блока стеклоподъемников. Впрочем, есть и полагающиеся по статусу атрибуты. Бардачок обшит велюром, металлический селектор автомата приятно холодит руку. Однако, если вам не хватает шика, то есть смысл заглянуть в салон Cadillac. Cadillac SRX старается угодить и старшему, и младшему поколению. Одних порадует сенсорное управление всеми вспомогательными функциями, другие оценят качество отделки. Зрелым покупателям наверняка понравится отделка кожей, деревом и металлом. Даже пластиковые элементы, имитирующие алюминий или покрытый рояльным лаком дерева, тут к месту. Молодежь однозначно оценит сенсорное управление вспомогательными функциями и контрастный тачскрин. Да и по оснащению. Самый дешевый в тесте Cadillac утрет нос конкурентов. Тут есть регулировка педального узла, трехзонный климат-контроль и мультимедийный монитор для задних пассажиров, на которые можно вывести картинку с любого внешнего носителя. Здесь есть и кожа, и дерево, причем в отличие от Land Rover Discovery Sport. Кожей здесь отделана верхняя часть панели, а нижняя выполнена из твердого скрипучего пластика. Более того, скрипит здесь практически все. И передняя консоль, и дефлекторы, накладки на дверях, даже вот что-то здесь внутри нет. До премиума ему еще далеко. Перейдем в салон BMW. Интерьер баварского кроссовера отделан скромнее салона SRX. Единственное яркое пятно – широченная деревянная накладка на центральном тоннеле. Впрочем, на мой вкус, в светлом цвете она смотрится вызывающе. Зато по эргономике BMW X3 однозначный лидер. Выверено управление и вспомогательными функциями, и взаимное расположение основных органов. А мультиконтурное сидение позволяет настраивать даже объятия боковой поддержки. В BMW есть тоже пластиковые панельки, которые подаются под нажатиями, зато в этом автомобиле в единственном нашем тесте на ходу нет сверчков. Да и в движении BMW X3 самый сбалансированный. Самый быстрый, самый приятный в управлении, удачно сочетающий драйв и комфорт. Кадиллак безразличен лишь к мелким неровностям, но колдобина покрупнее выводит из равновесия и его, и пассажиров. Вдобавок SRX самый неспешный в нашем трио. Дискоспорт динамичнее, а его подвеска фактически всеядна, вот только пассажиры знакомятся почти со всеми изъянами дороги. Зато на проселке он будет явным фаворитом благодаря дорожному просвету и энергоемкости шасси. Одно из испытаний для наших паркетников – вот такое легкое бездорожье, которое может встретиться в любое время года по дороге к загородному дому. Как мы видим, и BMW, и Land Rover Discovery Sport справляются с ним вполне достойно, а Кадиллаку SRX может не хватить дорожного просвета.